Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях в Центральной городской библиотеке Юрия Николаевича Лебединского, исследователь биоэнергет Виктор Васильевич Бугаев. Я его очень давно знаю. Человек необычный, интересный, автор множества книг, исследований. Виктор Васильевич может говорить на самые разнообразные темы. И сегодня мы как раз поговорим о некоторых интересных вещах, таких как геопатогенные зоны и так далее. Виктор Васильевич, хотелось бы несколько слов сначала спросить вас по себе, чтобы вы сказали хотя бы в двух словах, по откуда родом из МИАССЕ, или еще не приехали в МИАССК? Я приехал в МИАССК. Мой родной город, самый солнечный город России, город Троицк, Телябинская область. Здорово. Там такой справочник был, маленький по Троицку, было написано, что количество солнечной радиации в городе Троицке больше, чем во всей России по количеству солнечных дней. И больше энергии, чем в Сочи и Гакрах, я даже запомнил, вот эти города там упоминаются. Поэтому там лечили как раз людей больных туберкулезом, бронхолегочными заболеваниями и желудочно-кишечным трактом. То есть основное средство лечения было не лекарство, как сейчас нас в лекарство толкают, а солнце и кумыс казахстанский. Это на границе с Казахстаном, вы знаете, да, на границе. То есть там климат какой-то степной, то есть совсем другой воздух, совсем другая энергетика, там небо высоко. Но полюбил и МИАСС. Поэтому я считаю, что и МИАСС, и Троицке, это мои родные города. Виктор Васильевич, вот я знаю вас уже 17 лет, да. Мы с вами познакомились, когда я работал в телекомпании МИАСС. Значит, и вот начали с геопатогенных зон. Для меня было тогда открытие, что такие зоны вообще существуют, да. Почему-то в одном месте дерево хорошо растет, в другом дерево ветвится, в третьем оно закручивается вместе. Когда мы даже, вот я вам покажу сюжет, когда мы были на озере Трогаяк, мы даже увидели эти зоны, как они вот распространены, прямо видно было, вот выходишь, вот здесь лед крошится, здесь лед закрошится, здесь, значит, одна структура, да, вот вроде то же самое, озеро, в нем, как раз мы с партюрами, да. Там легкость, а там усталость. Да, а скажите, вот что это за зоны такие геопатогенные люди, может быть, там не все знают? Нет, как раз все знают, давайте время тратить на это много не будем, тем более, если фильм есть. Геопатогенные зоны все знают, линии Хартмана есть, да, которые вот везде расположены, они везде есть. Есть другие зоны, которые открыл ученый Некрасов Владимир Алексеевич, то есть зоны Вонка и Крона. Об этом я отдельно скажу, вот, значит, он ко мне много раз приезжал, это вот зоны, с которыми мы и говорили, вот здесь вот тонкополевая экология здоровья, это их журнал, 2007 год. Здесь очень много, что можно рассказывать, потому что геопатогенные зоны, это зоны, где человек теряет здоровье, будем так говорить, энергетику, заболевает. И этим мы занимались очень много, действительно, и в ракетном центре, мы даже исследовали зоны больших начальников, где они сидят. Вот может человек сидеть и не знать, что болеет у него что-то из-за того, что он сидит на пересечении линии Хартмана, или с одной стороны, например, вот здесь вот линия проходит, значит, у него ухо болит и так далее. В Нептуне проводили исследования, ну, больших начальников не буду называть, но, в принципе, всех генеральных конструкторов мы это проверяли. У нас был даже договор заключен о том, чтобы проверить и производственные помещения. А как это открылось? Открылось это как раз после того, как вышли вот первые фильмы, которые заинтересовали людей и стали приглашать вот на поиск этих деток подогенных зон. А трудящиеся предприятия, вы знаете, у нас очень такие интересующиеся, как так вот, например, в большой зал, вы знаете, сидят инженеры, много столов, конструктора, да, и вдруг вот за каким-то столом люди постоянно болеют. Чуть ли не онкологии, может быть, были такой. Они сами уже почувствовали вот это место плохое. Понимаете? Мы приходим, находим, что это действительно место плохое. Там сидеть нельзя. Или нужно защитное устройство ставить. Или там вообще не сидеть. Поэтому мы вот такие вот места находили, рисовали даже вот эти линии, где сидеть, не сидеть, перемещали. Ну, там много разных вариантов, с помощью которых мы можем защитить человека. Некрасов чем мне понравился? Здесь другие зоны. Это зоны, где линии Хартмана, которые через каждые там полтора-два метра с севера на юг и с запада на восток. Ну, знаете вы это, да? Это цилиндрические, цилиндрические, идущие таким образом, что тоже человек может заболеть и довольно серьезно, особенно онкологическими заболеваниями. И у него там в конце, кстати, вот этого журнала, есть какие заболевания могут появиться у человека, если он будет постоянно находиться в гепатогенной зоне. Видите? Сколько заболеваний могут вызвать, если человек попал в эти зоны. Вот об этом мало кто знает. Я что хочу сказать? Это ученый, доктор биологических наук. У него прибор, у меня, кстати, его прибор есть, он называется РАДО-7, с помощью которого эти зоны можно находить. И их нужно устранять, так как они издут из космоса, их нужно устранять на потолке. Вот, там у него есть такая информация, я к нему ездил, что Госдума, которая, как бы, вся наша власть, они не очень любят распространяться, наоборот, чтобы шаботанства много не было. Они об этом молчат. Но, тем не менее, Красова приглашали защитить в Госдуме место, где вот там кто-то заседает. Вот он провел эту работу, есть фотографии, он наклеивал эти защитные устройства и заработал джип. Нет, он потом джип показывал за эту работу. Вот если коротко... Да, то есть, есть критики, их очень много, поэтому я не люблю не выступать по телевидению, потому что я знаю, как это все строится. Мы будут такие интересные истории рассказать, когда телевизионные сюжеты какие-то возникали. Мне звонили все каналы, приглашали, и я должен почувствовать, что вот этот вот канал, значит, он хочет что-то негативное сказать. Вот, если хотите, время у нас будет, я потом расскажу. Как мы это все обходили. Да, и на РЕН-ТВ много вас снимали, да? Да, на РЕН-ТВ больше всего. А на российском телевидении вас снимали, да? По первому каналу были, НТВ, ТВ-3. НТВ, да. Ну, вообще, практически все каналы. Некоторые каналы вообще слишком, вот там пошел такой период, когда нужно им быстро-быстро-быстро. Они даже, корреспондент даже не приезжает, здесь съемки ведут, отправляют в Москву, например, а там они все переворачивают. Фамилии, да, восьмой канал, помню, снимал. У меня тут женщин-бруг, да, фамилии у них, наоборот, поменял. Ну, ничего страшного, главное, есть же человек. В общем, было интересно и смешно, но сейчас уже вот эти вот книжки, они... Вот смотрите, первая книжка была вот такая, в 15-м году. Значит, мы начали заниматься вот этими аппаратами. В 2000-м году съездили к ученым в Новосибирске, знаете, такое есть Казначеев, Академик Академии Центрских Наук и Трофимов. Эта первая статья была в аргументах и фактах о том, что как попасть за зеркаль, и одновременно, то есть увидеть будущее, и одновременно там идет хорошее оздоровление. Особенно они сразу открыли, что это сейсосудистая система, и, то есть гипертоников туда помещали, давление нормализовалось. И желудочно-кишечный тракт, тоже там язву замеряли каких размеров, и там через недельку посещение, она уменьшалась. Вот, мы к ним съездили, наш ухар хорошо приняли, потому что Макеева, кажется, они знали, как ни странно, он был тогда засекречен, да, вы знаете. Тем не менее, Казначеев, как Академия, я ведь его знаю, он мне подарил один журнал и две книжки, они у меня там хранятся. Очень умный человек, Казначеев, как раз он первый не побоялся выступить еще где-то в 90-х годах, точно не помню, по-моему, в 91-м, в Москве я. Случайно никогда не попадаю туда, куда надо. Где он первый сказал, что существует какое-то поле, которое ученые наши не знают. А наши ученые физики, они не любят, когда им говорят, что вы ничего не знаете. Вот он не побоялся в советское время, сказать, что есть поле, которое вы не знаете, я могу это доказать. Каким образом? Например, мы знаем электромагнитное поле, оно экранируется металлом, да? Он говорит, я проводил эксперименты, беру металл, экранирую пробирку с бактериями. И экстрасенс мысленно за этим экраном, может мысленно по заданию убить эти бактерии или уменьшить их размножение, или наоборот размножение увеличить. И он задает вопрос этим ученым. Электромагнитное поле же не проходит. Что же происходит? Понимаете, они не могут ответить. Я с такими вещами сталкивался, с такими учеными, которые доктора наук, например, доктор технических наук. Два ко мне приезжали. Мы исследуем действия пирамид. Вот до вот этих установок, геопатогенной зон, мы занимались как раз исследованием действия пирамид. Многие были увлечены, помните, пирамид Хеопса, там затачиваются эти лезвия, оздоравливаются люди. И мы эти эксперименты проводили в ракетном церкви, причем очень скрупулезно. Я подключил там людей, которые, миллиметровка тогда еще была, рисовали каждый час, как изменяется, например, сопротивление воды, помещенной в пирамиде и вне пирамиды. Моя специальность информационно-измерительная техника, поэтому я знаю, как поставить грамотный эксперимент, чтобы он доказал, что это существует. Как это сделать? Нужно знать вне пирамиды, и то в воду одинаковые, одинаковые пробирочки, и у них измерять сопротивление. Если никакой энергии пирамида не дает, то сопротивление у них будет одинаковым, но будет меняться от температуры, потому что мы с утра до вечера измеряли это все. Утро обычно прохладнее, значит, будет одновременно сопротивление, оно нужно с большой точностью смотреть до четвертого знака. Мосты такие есть, вы знаете. И, значит, что получается? Если мы этот эксперимент проводим, если энергии никакой нет в пирамиде, то и там, и там сопротивление у них будет почти одинаковое. Они немножко отличаются, потому что точно не подберешь по количеству. Но они должны параллельно идти, понимаете, да? А у нас получилось, что в пирамиде вдруг стрелка пошла вверх. То есть сопротивление ее стало увеличиваться. А что такое увеличение электрического сопротивления воды? Ну, если вы разбираетесь, это значит, что вода стала как будто бы чище. Чем чище вода, тем больше у нее сопротивление. Чем больше примесей, тем... Ну, например, если взять водопроводную воду, это где-то 4 килоома, на озере 8 килоом, там почище могут быть скважины, там и так далее. Дестерированная, там вообще 100-200 килоом. Но ее пить нельзя, она энергетически не та. Поэтому вот этот эксперимент просто доказал, что что-то происходит, меняется структура воды, видимо, как будто бы ее очищают. А чистая вода, она гораздо болезнее, сами понимаете. Феномен, что ставят пирамиду, какой-то там фермер, не фермер, заряжают там, непонятно, из зерна, а ставят минус 20, полторашку воды, и она не стоит, не замерзает. Ну, там есть какие-то тонкости, да. Потом застает полторашку, по ней ударяет, она замерзает там в течение... Знаете, что взял? Вот такую программу здоровья. У нас в ГРЦ... Я был разработчиком двух пределетных программ здоровья. В 85-е и 90-е годы, в 91-е и 95-е годы. То есть я перевернул сознание, что медицина здесь не на первом месте, а на четвертом месте. Уже много месяцев. Зачем это нужно? Потому что когда все говорят, что медицина главная, ее и финансируют. Да, она нужна, она нужна для больных. А для здоровых что? Понимаете? Поэтому вот эта вот программа, подписанная, как Величко, Генеральность, у нас программа была совместно с ММЗ. Видите? И Величко подписал, и главный директор ММЗ. Здесь я как раз пишу вот это вот все, что на первом месте, конечно, вы сами понимаете, здоровый образ жизни. Потому что и когда вот это вот мы все рассчитали, и когда эту программу на утверждение в министерство отправили, они уже сопротивляться не могли. То есть если есть логика, то против него не пойдешь. Потому что мы подчинялись, если вы помните, третьему главному управлению Минздрава. Это очень довольно мощная информация, как и четвертая, которая занималась как раз оборонкой. То есть оно хорошо оснащено. И вот здесь в программе здоровья, вот у нас такая табличка была. На здоровье 55% влияет образ жизни, 20% окружающая среда, 10% наследствия, 5-10% медицины. Понимаете? Поэтому мы должны идти прямым путем. То есть здоровье дать и его поддерживать. И не наоборот, ждать, когда человек заболеет, а потом его лечить. Это два пути оздоровления. Они противоречат друг другу. Характер человека зависит от его местонахождения. В какой-то зоне находишься, у нас характер меняется. В хорошей зоне. Или, например, в не очень хорошей зоне, значит, не очень хорошо меняется. Ну, не только характер, настроение. Настроен на внешнюю среду. Вот смотрите, я сразу переключаюсь на другую тему, чтобы вы поняли. Значит, вот здесь вот книжка, как описаны посетители, которые были у меня. Что я делаю? Измеряю биополию в районе головы. Это что? Голова – это наше умственное восприятие мира, людей, отношений. То есть ваше знание. Я всегда спрашиваю, кем работаете? В районе сердца, чувственное восприятие. Вот это творчество, это сенсорика. Ну, остальные по здоровью. Вот это соотношение, оно как раз в наших аппаратах меняется. У мужчин, конечно, чаще всего больше биополия в районе головы, да? У мужчин больше логика, голова. У женщин, ну, в средней статистике, здесь больше. Установки наши построены на то, чтобы и оздоравливать, и давать человеку возможность изменить качество своей жизни. То есть меньше совершать ошибок в жизни. Потому что молодежь, ну и взрослые люди, у них много задач. И особенно мужчина, я всем мужчинам говорю, ребят, у вас женщин созданы гораздо интереснее. Потому что они, проснувшись, сразу чувствуют, что надо делать. А мужчина, проснувшись, куча всяких дел, за что же взяться, туда далеко идти, там не хочу с кем-то встречаться, там все сложно. И когда человек, мужчина думает, ну или другой человек, женщины тоже есть такие, кстати, он теряет энергию. Понимаете? Нужно, чтобы у всех экстрасенсов, у них чувственное восприятие гораздо больше сантиметров на 15-20. И больше среднего значения. Среднее значение нормы здорового человека, вот этого, от 50 до 70 сантиметров. Если у человека проблемы со здоровьем, у него, значит, будет меньше 50. Там дальше я измеряю. Дальше я измеряю в районе желудочно-кишечного тракта, потому что здесь почти у всех меньше нормы. У меня целая группа из Германии была, 30 человек. И очень интересно, как у них лучше ЖКТ, лучше питаются они или нет. Оказалось, хуже. Статистика, если такую большую группу возьмешь, в среднем посчитаешь, сколько у нас. У нас, например, тоже меньше нормы, но, например, нам, ну в среднем 45-48. У немцев там 38-45. То есть у них тоже пища не очень хорошая. У меня с Германией очень много отношений, у меня приезжали очень много людей. Он вам объяснил, что мы измеряем установки, начинаем давать человеку то, что нужно для качества жизни. Смотрите, если у человека заложено творчество, это сенсорика, вот здесь, но человек выбрал не ту работу, то у него, естественно, затормаживается. Но оно заложено в нем. Установки, когда-то, сделают здесь прорыв. И человек, который никогда не занимался творческими делами или экссенсорикой, он начинает стихи писать, музыку, экссенсорика в нем проявляется. Вот это мне интересно сейчас. Не столько оздоровление, сколько то, что человек становится в России. Знаете, как интересно с этими людьми разговаривать, когда у них биополе больше семидесяти, там метр тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, там есть рекордсмены, метр семьдесят. Вот из двенадцати тысяч посетителей за двадцать лет, ну, с десяток всего таких, понимаете, которые вообще, ну, как инопланетяне, понимаете. Это очень интересные люди, они, мы здесь пишем, кто-то говорит, можно указывать там кто, а кто-то говорит, не надо, только имя. Но эти люди есть, понимаете. И когда у человека увеличивается чувственное восприятие, если ему дано второе измерение, показывает, что да, вот организм выбранный, здесь увеличилось гораздо больше, чем в районе головы. А голова тоже будет увеличиваться. Оздоровление идет очень интересным способом. Энергия наполняет человека. Вы знаете, что есть вот эта вот биополия вокруг человека, да, это вот какая-то оболочка. Набирая энергию в аппаратах, это биополия начинает раздвигаться, но это как бы такой шарик, да, если условно говорить, надутый, да, пружинный такой. И он начинает энергию давать одновременно в слабые места. То есть сопротивляясь, он толкает туда, где энергии не хватает. У пожилых людей, естественно, у них проблемы больше со здоровьем, значит, у них будут вот эти физические ощущения. А то получается так, человек узнал, посмотрел фильмы, там, что будущее и прочее видел. Я увидел там, про интелли, что можно будущее увидеть. У него энергия маленькая, да, что происходит? Он, какой аппарат мне выбрать, чтобы я увидел будущее? Как он увидит будущее, если у него пошло оздоровление, у него буррит в желудке, его раскачивает, потому что проблема с шейным отделом или туловище там и так далее. Понимаете? То есть здесь не все просто. И все-таки первые аппараты дают человеку то, что ему нужно. То есть ему нужно дать побольше энергии. А когда он уже выйдет на большую энергию, вот он уже может управлять. Галамент или как это называется? Семейная клиника. Помните, вот глава фразии? Узнала про наше исследование. Сама пришла сначала, посмотрела, да, говорит, установки работают, оздоравливают. Я вам пришлю человека. Вот эта история прям показательная, интересная. Сейчас вы поймете, почему. И прислала женщину. Хотя она сама, она занимается разными и китайскими чайами, и там пиявки, там. У нее много нетрадиционных вещей, которые она там в этом центре сертифицированном, лицензией все было занималась. И вдруг присылает женщину. Я спрашиваю, что, да, говорит, у меня сердце болит и желудок болит. Я немножко спрашиваю, отчего? Да, говорит, меня мужчину бросил. То есть, понятно, что лекарство здесь не погубит. Значит, что надо? Ей же многие говорили, что ты вот о нем думаешь? Ну, бросил там, не хочет с тобой больше отношений поддерживать. Понимаете, когда она на небольшом уровне восприятия, она не может прислушиваться и понимать это. Дальше объясняю. Хорошо. Давайте вот, это вертикальная горизонтальная установка. Вертикальная установка дает набор энергии. Это энергия активности мужская, да? Наполниваясь ее в горизонтальной идет гармонизация в равном плане женской энергии. То есть, пройдя две установки, биополе уже увеличивается там, сантиметр на 10-15. Каждая установка там на 5-7 увеличивается. То есть, в результате у нее, раз она резко в этот же день, то есть, сразу поднялась на другой уровень восприятия. Потому что здесь у нее еще увеличилось. Она встает и говорит, а что я о нем думаю? Есть другие мужчины, вы понимаете? А там она не могла, потому что у нее другой уровень. Есть другие, оказывается, он там женатый и так далее. Вот, это говорит о том, что когда человек поднимается на другой уровень, у него раскрываются и творческие, и эксоценсортные способности, и спортивные результаты. Мне сейчас даже вот интересно спортивные, потому что я сам и бывший спортсмен был, я знаю. Чемпион предприятия по бегу был на средней дистанции ракетного центра. Чемпион города был на тысячу метров 800. Это довольно тренироваться надо. Но выносливость там, понимаете, если бег на средней дистанции. Но зато это дает колоссальное здоровье. И я заметил, что если человек занимается физкультурой и спортом, у него энергетика гораздо больше. Я вот, когда смотрю голос «Дети», вот где-то в 18-м году по телевизору, люблю смотреть, потому что там энергетика хорошо проявляется. Вот. И там, значит, москвичи, все вот соревнуются дети, и помните, эти сидят спиной. То есть они должны чувствовать и музыкальность, и энергетику, и все. И там выступал парень из Оренбурга, который в 12 лет спел песню из шансона. Я мило узнаю по походке. Вот. И я когда услышал эту его песню, мне сразу все, он победит. А там же еще много конкурсов. То есть он сначала попал к одному, а второму. И у всех у них мурашки. Почему, вы думаете? То есть не только энергетика, не только его пение. У него, оказывается, он спортом занимается. Он, когда все развернулись, стали прям говорить, насколько они его чувствуют. Понимаете? А тот музыкант, который играет, а сейчас, говорит, он вам еще что-то покажет. И они включили музыку. Он уже не пел, а он танцевал, делая сальто. Представляете, чтобы делать сальто, это нужно быть очень подготовленным. Поэтому физкультуру и спорта, и так далее. Виктор Васильевич, помните, как-то я был у вас в гостях, и к вам приехали люди из Нижневартовска. Обычные мужчины, инженеры, у которых вдруг появилась экстрасенсорная способность. Мы приехали к вам тестироваться. И один из них сказал, я двигаю руками предметы, бумагу. Вот я дома двигаю, тогда мы с вами... Я просто для вас, значит, не рассказываю. Такая вот Виктор Васильевича иголочка, ставится вот такая бумажка, так, чтобы она крутилась очень хорошо. Закрывается стеклянным куполом, еще вот таким или что-то, банкой, не банкой, и двигатель. И, значит, поставили это все им устройство, чтобы оно защищено. И вот он пытался руками, и так, и так. И сколько ни двигало, но ничего не получается. Виктор Васильевич говорит, тем более мы это эксперименуем на расстоянии. Понимаете, на расстоянии, да. Ничего не двигается у него, это стоит под этим, значит, контуром, под банкой, и там все, он ничего не двигается. Виктор Васильевич говорит, ну, вы неправильно делаете, надо как бы вот лучик из этого, из ладошки вот прям направлять. Вот смотрите, раз, так ладошкой, и эта штука начала вращаться, ну, двигаться, да, бумажка. Вот это такой человек, у него такие глаза, он так посмотрел, говорит, ничего себе. Мне казалось, что я двигаю предметы, я ничего двинуть-то не могу. А специально же ставится такой банк, или что-то. Да, это в Москве, потом в СССР стали так тестировать. Да, специально ставится банка такая, специально, чтобы вот не было, чтобы человек там, может, теплом воздействует, да, или еще как-то ветром, например, рукой резко длинуло, вот у него закрутилось, нет, вот он стоит за банкой, ты попробуй что-то сделать. Вот такие вот были интересные случаи, я сам был свидетелем, это в момент я очень... Ну что, давайте, коротко по книжкам, что ли, побежаться? Да. Или как? Давай, по книжкам. Виктор Васильевич, вопрос. Если вот источник, который, кстати, энергии находится вверху, и он фиксирован в одной точке, где он, на чем может базироваться? То есть у меня вращается, значит, мы все время, значит, должна какая-то сфера должна быть, будем говорить, такая твердая, чтобы где-то и фиксировать, тоже не может из космоса вести. Вот как это объяснить? Если она не зимняя. А что приченые не могут это объяснить? Точка Хартмана... Понимаете, первая ошибка ваша, это что в точке, нет, даже линии Хартмана, они плавают и ширину меняют везде. Вот вы говорите на Менделеево, значит, на Менделеево эта точка плавает? В каких пределах? Там не точка, там не линия Хартмана. Помню, я говорил о цилиндрических формах. О цилиндрических, это действительно идет из космоса, но непонятно. Ученые же не занимаются, я о чем и говорю. Что должно произойти в Академии наук? Они должны признать... Академия здесь... Нет, я имею в виду дать задание, заниматься исследованием, откуда это идет. Факт доказывает, потому что многие говорят, а докажите это. Как доказать? Как? Откуда идет? Давайте исходить из того, что этот факт есть. Например, что такое гравитация? Вы знаете? Или гравитон? Нет, не знаю. А работает гравитация? И никто не знает. И никто не знает. Возьмите энциклопедию, советскую, большую, везде неизвестно, но вынуждены ученые признать, потому что это работает. Сейчас должны признать подэнергетики, что это не электромагнитное, не гравитационное поле. Это какое-то поле, с помощью которого тоже можно влиять. Но где она находится, вопрос? Считается, что в космосе. А знаете, когда мне говорят, как это работает, я в последнее время, например, говорю, и некоторым ученым не нравится. Здесь работают высшие силы иногда. Почему? Потому что когда человек ведет оздоровление, когда кто-то голову не просто качает, как в медицине бывает, ну ладно, вроде бы непонятно, но тем не менее это так. А когда кто-то голову тянет кверху, сейчас вот у меня сплошь вот эти записи, это что такое? Или как будто бы каждого человека, каждый больной орган сначала прощупают, как будто там компьютер, который нашел эти слабые места, вы физически их почувствовали, там в определенной последовательности начинают все их оздоравливать. Это что? До науки до этого дойти знаете сколько? Я говорю, здесь работают высшие силы. У нас вот установки, чем дольше они стоят, тем больше они подключены к высшим силам и к информационному полю. Вы же тоже не знаете, что такое информационный поле? Фир. Никто не знает. Фир там это как? Я понимаю, даже Господь Бог, это возможно тонкая энергия. Это высший разум, который управляет всеми людьми. Но это ведь какая-то энергия должна быть, она из космоса, не знаю, там теория струн или что такое. Вот. В принципе, любая тонкая энергия, вот, это материально, в каком-то смысле. Не в том смысле, как вот мы грубые материалисты берем, пощупали, и это материально. Вот смотрите, вот смотрите, сколько зрителей. Я сразу... Я что хочу сказать. Вот сейчас много зрителей, они, большинство, не хотят ввести в физику и так далее. Потому что, потому что мы здесь вряд ли разберемся. Вряд ли разберемся. Я вам привел пример вот с пирамидами, вот с этими, которыми. Как мы это будем доказывать? Непонятно. Немножко перемещаются. Это постоянно... Воздувало, зачем целый джип подогнала мужику, если они не перемещаются по газону. Ролы гонеропускания. Слушайте меня внимательно еще раз. Это я говорил о геопатогенах зонах в линии Хартмана. Он защищал от цилиндрических зон. Если она большая, например, перекрывает целую комнату, то явно там он определил, что вот эти его защитные устройства наклеиваются на определенном расстоянии, чтобы полностью весь потолок, где они сидят, чтобы они не облучались, они защищают. Ходит он, не ходит. Надо защитить то пространство. Или, например, вы дома, у вас есть кровать. Над кроватью вы сами можете с помощью майнинга определить, есть ли геопатогенная зона. Или сместить, если там есть пересечения самое опасное. Или поставить защитные устройства типа пирамиды и другие. Вот и все. Ваша задача убрать то, что на вас негативно влияет. Прошел ряд установок. Увеличил геополе. Дальше он уезжает. Если он приезжает через какое-то время, например, через месяц, неделю и так далее, это поле уменьшается примерно на треть. То есть на 30 сантиметров увеличил. Почему? Потому что, когда человек уехал, инерционное здоровье наше, даже медицинное, если хронику лечит, она лечит там недели две. Согласны? А здесь дня три нужно вот эту энергию, которую вы набрали, переварить. Статистика огромное значение имеет. По нашей статистике, у пожилых людей он неделю это будет переваривать, у него медленно идет это уменьшение и оздоровление еще несколько дней до недели. У молодых 18-20 лет за один день может. В среднем возрасте, в среднем, я считаю, дня три нужно эту энергию переварить и оно уменьшится на треть. Понятно, да? Игорь Михаилович, помните, мы разговаривали с вами, что когда ты лежишь в установке, все в этой установке 40 минут видятся какие-то события. Что люди видят? Рассказывают. Да, вот интересно. Люди видят разное. Кто-то будущее. Вот первое, когда я занялся установкой, кстати, я занялся не для того, чтобы видели, так как я руководитель центра здоровья, меня интересовало, помните, я сказал, что прочитал оздоровление желудочно-кишечного тракта, сельсосудистый, то есть для этого ящик предприятия подходит. Поэтому мы стали исследовать и оздоравливать желудочно-кишечный, сельсосудистый, и вдруг люди стали говорить, что они что-то делают. Самый интересный пример, это как раз первые установки, они всегда запоминаются. Женщина из Самары приехала, вот человек 30 минут находится в горизонтальной установке лежа. в начале всегда физические ощущения, потом она вылезла, рассказывает, у меня начались физические ощущения во всех слабых местах, здесь бурление, там перелом, что-то было, все это. Но минут через 15 это все затихло, я увидел событие прошлого, то есть битву каких-то воинов, это в книжке, вот в этой первой, мне написано, причем с эффектом присутствия, то есть я вижу, они там в шлемах, но они такие, как нам говорят, они не такие блестящие, вот я рядом с двумя войнами, они проигрывают, у них страх, они хотят спрятаться на такой-то камень, понимаете, это эффект присутствия, то есть редко бывает, вот это редкий пример, когда у человека физические ощущения в этой же установке, он, значит, и увидел событие, физические ощущения всегда мешают, потому что, ну представьте, бурлит желудок, тут все скрипит, поэтому каждая установка оздоравливает, физические ощущения уменьшаются, а потом уже, а это вот увеличивается чувство, и когда оно выходит за 70-80-90, вот человек и начинает видеть и то в наших фильмах, которые мы по ясновидению два специально выставили, чтобы люди все это внимательно прочитали, что у кого-то вот это чувственное восприятие идет в творчество, а у кого-то идет в ясновидении экстрасенсория, то есть это не всем дается, понятно, я ответил? Прекрасно, у меня еще есть вопрос, какая-то женщина задала, побочный эффект, эстетический вопрос, вы имеете дело с непонятной, неизученной энергией, не тем, а будут побочные эффекты, вы же узнаете, то есть что может произойти, даст обестралер хорошо, у вас отвечаю на ваш вопрос, вопрос очень хороший, правильный, после того, как вышли первые фильмы по РЕН-ТВ о том, что очень хорошо идет оздоровление у гипертоников, то есть давление снижается, головной головой, проходит, желудочно-кишечный тракт, ко мне со всего, ну, со всей России, будем так говорить, стали звонки, хотим ехать и у вас лечиться, да, вот это вот, я сразу сказал, не всегда готовый текст, лечением не занимаемся, я это прекрасно понимаю, хотя, еще раз говорю, что вот в этих книжках, во всех новых, вот за эти два года, вышло четыре книги, я пишу, как я к этому пришел, да, вот первый вопрос, да, и что я сам там получаю, да, очень хороший вопрос, и я сразу это описываю, появилась целая глава, вот, поэтому, главный вопрос заключается в чем, про побочные эффекты, да, вот, общаясь, когда я был руководителем центра здоровья, я вот эти программы разрабатывал, естественно, я должен был заключить договора с крупнейшими институтами медицинскими, которые бы дали нам программы лечения трудящихся предприятий, от каких заболеваний, основных, которые они болеют, то есть, сельсосудистая, болезньо-кишечная, нервная система, иммунная, простудами, чтоб не болели, да, опорно-двигательная, вот эти основные системы, я такие договора заключил, и общаясь с ними, я понял, что нужно брать, когда биоэнергетика пошла, это начиная с 2000-х годов, кого не брать, заранее, не берем онкологию, не берем эпилепсию, не берем тяжелые хронические заболевания, то есть, это не то, что вредно, это не исследовано, поэтому, сейчас, я что говорю, если человек хочет, я не беру, не занимаюсь лечением, и оздоровление, это дополнительный эффект, я установки даю, увеличение качества жизни, то есть, творческие способности, интуиция, эксцессорика, вот этого, все здесь расписано, понятно? Игорь Васильевич, а может еще два слова, для вас, что за установки у вас, это же козырь, зеркало козырево, да, вот это установка? Вот сейчас, те, которые стали этим заниматься, это Новосибирск первый, мы с ними познакомились, от них уехали, они, как мы секретами скажем, у нас специальный сплав, алюминия, вы сами занимаетесь, мы вас уважаем, там книжки подарили, сами делайте, поэтому мне пришлось самому делать, до 2000-го года, мы уже занимались, энергетикой, я вам говорил, пирамиды и так далее, мы уже создали, у нас уже работала, так называемая, волшебная беседка, вот там я выставил «Тайна жизни», кучу журналов, посмотрите, это начиная с 2007-го года, Санкт-Петербург, это вот где вот, всякая эзотерика, почти там каждый месяц обо мне и писали, волшебная беседка, это как раз, шестигранная пирамида, трехметровая, которая дает большую энергию, то есть тоже там, нужно рассчитать, по золотому сечению, если человек там определенным образом ложится или сидит по уровню, это все нужно рассчитывать и приборами измерять, где сидеть, тогда он оздоравливается, бывают эффекты, а про побочные, если мы 20 лет занимаемся, то еще раз говорю, мы не берем тяжелый случай, а сейчас уже мы ограничиваем даже по весу, почему ограничиваем по весу, потому что приезжает женщина из Украины, кстати, звонила, узнала, что у нас опорно-двигательная система, а на метр пятьдесят, сто килограмм, у нее основная проблема боли вот здесь, в колене, потому что вес большой, поможет или нет? Нет, не поможет, плоскостопие еще, к тому же, а я тогда не задавал вопрос, она приехала, ну тут у меня мои друзья, значит, сняла там квартиру где-то метров сто всего, и то на такси приезжала, я говорю, где все, я больше не буду брать, пожилых буду спрашивать, но оздоровление другого идет, вот это отличие от медицины, медицина занимается чем? Она лечит конкретные заболевания по утвержденным методикам, понимаете, да? Здесь же оздоравливается то, что возможно оздоровить с помощью энергии, человек хочет вот это, да? А у него оздоровается желудочно-кишечный тракт, улучшается кровообращение, и нормализуется давление, то есть тоже оздоравливается, но не то, что он хочет, а медицина обязана заниматься тем, с чем человек пришел. Виктор Васильевич, а вот как влияют вот эти вот вещи, вот вера, религия, вот такие моменты, и биоэнергетика? Вот с религией мне сразу интересный пример. Можно приводить примеры те, которые сразу после вопроса приходят? Приходила ко мне женщина, которая ходит в церковь, молодая, симпатичная, красивая, немножечко полноватая такая, вот, ну по здоровью все равно что-то было. У нее было, ну где-то по заложению кишечного чуть меньше нормы, остальные, в принципе, неплохие показать, 50-55. Вот, после прохождения там двух установок у нее стало там 60 с чем-то, и довольно ровненько. Она уходит в церковь. И, как я сказал, снижаться должно биополе, когда на второй раз приходит, да, помните, на третий. Она приходит и говорит, а точнее я ее замерил, должно быть немножко снижено, но гораздо больше, чем исходное. А у нее не снизилось вообще. А я, говорит, вхожу в церковь. И более того, я что могу сказать, вот эта установка, которая конусная, когда я в ней нахожусь, у меня такие же ощущения, когда я нахожусь в церкви, под куполом, причем установка, конечно, сильнее, но при одном условии, если рядом нет других людей. Люди несут негативную энергию. Вы обратили внимание, вот это все меккое, все вот эти паломничества, вы, наверное, уже знаете, там сотни людей погибают. Почему? Потому что они идут туда с негативной энергией. Она скапливается. Вот это вот, не стремитесь, как все, вы чувствуете свои ощущения. Надо вам это, или не надо. Поэтому, когда мне пишут издалека, я им сразу высылаю материалы, описание установок, от чего это зависит, чтобы они почувствовали, надо это, им не надо. И зря не надо ехать. Вы сказали, на другой оке есть благоприятные зоны. Меня интересует, территориально где? А это мы обнаружили, к сожалению, где-то посередине озера. Но не то, что к сожалению, а наоборот, это интересно. То есть, когда мы туда шли, почти до середины дошли, там уже какая-то усталость, то есть идешь, там снег кругом, начинаешь немножко уставать. И вдруг появилась такая зона благоприятная, где вот эта зона. Ну, это 200 в диаметре, наверное, эта зона. Да. То есть, это зона, я говорю, ее можно почувствовать. Ну, а где? Недалеко от Золотого пляжа, где-то до Молодыха Золотой пляж, примерно, примерно, не километр от, километр 200 от зоны до Молодыха Золотой пляж, в сторону Чейки. Примерно вот там, где находится эта зона. А одна только? Я вам про геофотогенную могу сказать. Как я почувствовал? Вот если вы внимательно смотрели этот фильм, помните, там такая фраза была, где геофотогенная зона больше тонут. Я про корабли не знаю, это Володя развил мысли, но про людей я четко чувствовал. Когда я на пляж прихожу, если он везде, летом всегда он забит, да, весь, а вот с правой стороны, в сторону яхт-група, там людей поменьше. И вот я там, а я люблю, знаете, что делать? Не просто купаться, а нырять под воду, потому что когда в установках ты набираешь энергию и ныряешь, ты уже чувствуешь это уплотнение быстрее, чем тебе три дня там ждать, когда оно там уплотнится. И вот я что обратил внимание? Вот где-то вот эти вот зоны, как раз вот где-то вот сейчас, где вот эти кругляши-то поставили. Вот если я глубоко нырнул, я действительно чувствую, что я какой-то тяжелый, мне труднее всплывать. Вот я думаю, что многие тонут, потому что там действительно как будто эта вода плотность потеряла, то есть стал тяжелым и очень сложно обратно выбраться. Вот это я четко знаю, там есть негативные зоны. А остров Лиры по энергетике как поощущается? Вот по местам силы. Значит, еще раз хочу сказать, ребята, будьте осторожны, места силы. Очень многие ко мне приезжают, группы, они любят эти места силы, дольмены. Опять каждому свое. Когда ко мне такие нормальные экстрасенсы приезжают, они, набрав энергию, идут на остров Лиры, и когда там экскурсовар рассказывает, идите сюда, 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 мы, говорит, чувствуем, что это не наше место. То есть нужно отойти где-то и выбрать свое место, где они прямо улетают и начинают чувствовать, что вот здесь у них эта легкость, айтария и прочее. То есть буквально метров 50 куда-то отойти. У каждого свое должно быть. Есть такое еще мнение, что вот, например, крайнее мнение, это пирамида всем полезна. Нет, не все. Мы проводили исследование, есть пирамида Феопса, да, копия ее. Есть пирамида Александра Голода, слышали, да? Да, где вот бутылка образовалась, да, где вот они все. Мы их друг другу проверяли. Не везло, вот книжку почитайте, мне постоянно кто-то направлял, куда надо идти, и чем заниматься. Постоянно. Первое, в советское время, встречи, когда вот обучали биоэнергетикой, эксосенсорики, там же это как, это так не называли. Там был семинар всесоюзный, где назвали, это, по-моему, 98-й год, назвали, новые методы оздоровления людей, что-то такое, энергетическое. Но там были хорошие специалисты. Мне понравился и запомнился специалист. Он кандидат в химических наук и медицинских наук одновременно. Вот он так хорошо рассказывал, у меня прямо, например, свекла, да, берем свекла, вареная и невареная. Ну, невареную вряд ли кто ест. Но если вы попробуете, вы почувствуете энергетику невареной свеклы, да? Она совсем другая, очень приятная. Ну, да, жесткая, со вкусом. Вкус, там все сохранилось. Насчет вин, насчет вин, очень много ценной информации, что-то очень полезно. Почему? Потому что там микроэлементы, если хорошее вино, я имею в виду, красное хорошее вино, витамины, емин, и так далее, и так далее. Более того, я могу сказать, наверное, вы знаете или нет, что я 10 лет работал в системе здравоохранения. Я не в ракетном центре только работал, а 10 лет работал в центре медицинской профилактики. И мне главная врач дала вот такую книгу импортную, где там о пользе красного вина было написано. Понимаете? То есть это очень полезно. Вообще, и последнее, когда я был руководителем центра здоровья, я выписывал всю литературу, которая есть по здоровлению. Начиная с физкультуры, по иглоукалыванию, по всем-всем методам лечения. И в том числе медицинские газеты и прочее. И появилась статья кого? Чазова. А Чазов был министром здравоохранения, если вы помните. Лечил всех наших гет-сиков там и так далее. И статья о вине. Что там было сказано? Вообще, кто не пьет вообще алкоголь, смертность у них от через сосудистых выше. Понимаете? А у нас максимальная смертность от через сосудистых заболеваний. алкоголь очищает сосуды. Но, он сразу сказал, нужно иметь дозировку. То есть, в пересчете 30-40 грамм чистого алкоголя для мужчины, для женщины поменьше, 20-30. Пересчитайте, и вы поймете, что вам полбутылки вина каждый день можно. Хорошего. Понимаете? Виноградного вина. Это будет очень полезно. Например, во Франции. И они живут, долгожители на Кавказе, везде. Так что, тот, кто вообще не пьет, вы рискуете инфаркт. А люди к вам разные приводят. Я бы хотела узнать, вот, допустим, приходил к вам такой человек, но вот с такой отрицательной энергией, ну, вплоть до злости, допустим, вы чувствовали это? Конечно. Очень большое значение имеет вот это и вот это, как я вам сказал, их соотношение. То есть, я этим занимаюсь, вдруг звонок из Москвы. Двое мужчин решили ко мне приехать. Мы, говорит, занимаемся защитой от сущностей. Вот. Люди не понимают, надо вот создать оболочку, кругом сущности, всякие негативы и так далее. Надо с этим бороться. Я говорю, я тут при чем? Мы хотели в установках приехать и все-таки это проверить. Я, ну, ладно, хотите, есть возможность, приезжайте. Приехали. Смотрите, заходят двое мужчин, 35 лет. Только зашли, порог в три шагнули и они говорят, что-то здесь такой холод, можно мы в установке пойдем в ботинках? Я думаю, они шутят. Думаю, ну, можно. Что получилось дальше? Они развернулись, пошли, купили бахилы. Купили бахилы, бахилы, значит, в установке. Там есть комната, где две установки. Две установки, еще раз, энергия мужской активности, горизонтальная, это женская энергия, карминизация. Они дополняют друг друга, оздоравливают все системы. Вот. Один залез в эту, оттуда начинает, другой залез в ту, после изберения биополя. У нас не зря там стоят защитные устройства от всего негативного. То есть устройства, которые очищают, инвертируют отрицательную энергию. Энергию нельзя ликвидировать. Вы знаете, ее можно или инвертировать, или ее куда-то там отодвинуть. Это я условно говорю. Короче говоря, самое сильное, это вот эта вот установка, которая конусная. Вот он туда залез, второй залез в горизонтальную. Горизонтальная более мягкая. Проходит две минуты, он оттуда выходит, говорит, я не могу, мне там плохо. Вот вы задавали вопрос, может быть, может быть, плохо. Потому что мне что-то не то, мне хочется ее развернуть, в общем, не хочу. И вышел, и мы там сидим, чай пьем, а тут пока там лежит. Мне поток такой идет. А вы знаете, зачем вы этими сущностями занимаетесь? Вы о ней думаете. Вы их порождаете энергетически. И в результате вы оттуда приехали, даже если вы создали защиту, они все равно хотят прорваться, ждут, когда прорваться, вы их сюда привезли. Рассказываю это. И вот он залез, говорю, в горизонтальную, она более мягкая. Эти штучки, присоски, пьяшки, они оттуда выскочили. И что происходит? Это я еще в книгах не писал, но вам расскажу по секрету. Значит, вот мы сидим. Вот он здесь, я здесь, и здесь у нас дверь, коридор, у нас там кошка жила. А кошка всегда всех этих, которые снимали, рентилищники, все, она всегда очень нежно, мягко, не подходила. Она же мне энергетику хорошо чувствует. И вот смотрите, что произошло. Кошка, как всегда, пошла, она там жила в то время, сейчас ее собрать. Вот мы сидим, она к нам вот так придет. Осталось где-то метра полтора, повернулась. Вот она на лапах на четырех. И стала вот так вот идти обратно. Причем голову, как будто кто-то пол придавливает. Дошла вот до двери, где выход уже из лаборатории. И, не пугайтесь, такой крик раздался. Страшно. И у нее вот отсюда выскочило вот такое, ну, болотное что-то. Черно-зеленого цвета. Вот таких вот размеров на пол. Я думал, она заболеет. Вот эта вот борьба с их сочистями энергетической. Если надо снять на видео, это было бы круто. Конечно. Дня два здесь были. Еще, мистика и фантастика, вы говорите, объясните. Вот объясните дальше. Дальше что? В коридоре у нас защитных устройств нет. Защитных устройств обязательно во всех комнатах и в установках. А в коридоре в этом нет. И там мой сын жил, по-моему, с этой кошкой. Потом, конечно, тут все забрали, сейчас там никого нет, это как чисто лаборатория. А я где-то две остановки отсюда, да? В три часа ночи звонок. Звонит он мне. Говорит, ты представляешь, что произошло? Я, говорит, сплю, кошка начинает царапать дверь. Она в комнате, дверь закрыта. Я открыл, полная комната, газом заполненная. Я, говорит, подошел, две комфортки открытые. Ты, говорит, не открывал мне? Я, говорю, нет. Понимаете? То есть, есть вещи энергетические, которые управляют и материальным. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Вот эти последние, что у нас, если фильмы посмотрите, там из какого, из асбеста или откуда женщины, мы уезжаем, если я очень много энергии набрал, то может происходить как положительное, так и негативное. Ну, как негативное? Лампочка лопнула, например, кран там, что-то потекает, и так далее. Негативное. А может и обратное быть. То есть, например, женщина рассказывает, у нас старый магнитофон на кухне включенный, кассетный уже, не пользуемся, но он в розетке. Я, говорит, захожу, он включился, заиграл. Ноутбук стоит, сам включился. В магазин захожу, значит, там, кажется, что-то кассовый аппарат работает. Я, говорит, не размираюсь в этом. Просто я подошла, пум-пум-пум, и он заработал. Я вам приведу один фантастический пример, сейчас выйдет фильм, вам по секрету говорю, буквально, может, два-три дня, который мы назвали уже не вот так вот, машиновремени, оздоровление, энергетика, мысль пришла. Попроще надо человеку, согласен? Чудеса и загадки. Чудеса и загадки. Показываем чудо, и это загадка для человека. И пусть люди сами соображают, что произошло и почему. Это будет интересно, обратная связь. Член корреспондента, Академия наук, приехал, о костылях, о бородача привезли. Залез в горизонтальную установку и там заснул. Я его разбудить не могу. Пожилым людям больше времени надо. Если он не просыпается, значит, ему нужно дольше. То есть он там не 30 минут был, а он там чуть ли не полтора часа. Но зато оттуда вышел, это на видео, все, что я рассказываю, у меня более 7 тысяч видео. То есть можно статистику по любой теме, по спорту, по здоровью, по разным болезням, будем так говорить, по творческим способностям. когда человек не занимался ничем, вдруг начинает стихи писать. Интересно, загадка? То есть он вышел, вот видео такое, вылезает, он откуда, вот так вот идет, он одновременно вспомнил прошлое, идет и рассказывает без этого самого, без костылей. Я, говорит, в молодости выигрывал конкурсы по бастону танцев. Танцы в бастон, знаете, занимаетесь идет. Там с какой-то балериной занимался, и идет этот, и протанцевал. Вы можете прочитать такой эффект. Я специально не говорю, чтобы вот эти все не потянулись. И таких историй очень много, и потому, я говорю, здесь работают какие-то высшие силы, потому что эффект может быть такой, что медицине нужно месяцами заниматься. Еще один пример приведу простой. Приехала с Украины женщина, это еще до Садыки, это было. У нее артрит такой, артроз, что пальцы вот такие кривые, можете видели, да, и согнуться не может. Вот в этой конусной установке она залезла, вылезла и согнулась на разу, говорит, пока больно. Залезла в горизонтальную, вот теперь не больно и уехала. Вот таких вот эффектов. А медицине вот этим надо заниматься, это физиотерапия. Я же вел договора по всем этим темам. Я занимался как раз вначале физиотерапевтической аппаратурой.